В больших документах имеет смысл предоставить читателям несколько оглавлений, по одному для каждого раздела. И для этого мы будем использовать, правильно, коды полей. В представлении структура можно увидеть, что этот документ содержит три больших раздела, заполненных подразделами. Чтобы упростить навигацию для читателя, добавим оглавление в каждый большой раздел. Для этого начнем с добавления полей TC в заголовок каждого подраздела. Потом вы увидите, для чего это нужно. Щелкните перед заголовком первого подраздела в первом разделе. Затем перейдите на вкладку «Вставка», нажмите «Экспресс-блоки» и выберите поле. Прокрутите список и выберите TC. Введите имя подраздела. Затем установите флажок «Элемент оглавления» в документах, содержащих несколько оглавлений. После этого в код будет добавлен переключатель F, который позволяет добавлять несколько оглавлений. Затем установите флажок «Уровень структуры» и введите один. Таким образом, формат записи в оглавлении будет изменен на первый стиль оглавления. Нажмите «Ок». Затем перейдите на вкладку «Главное» и отобразите знаки абзацев, чтобы отобразить код поля. Он содержит переключатель F. С его помощью можно добавлять несколько оглавлений в документ путем назначения идентификатора для записи. Щелкните за переключателем F. В качестве идентификатора можно использовать любую букву. Но давайте назовем эту запись «Х». Введите пробел и «Х». Далее нам необходимо отметить другие заголовки подраздела. Для этого достаточно выбрать код поля и скопировать его. Удалите текст в кавычках и введите имя подраздела. Когда вы завершите работу с разделом, переходите к следующему. Измените текст и идентификатор. Этот раздел будет идентифицирован как «Y». Пройдите по заголовкам подраздела и введите «Y» в коды полей. Когда вы перейдете в третий раздел, измените переключатель F на Z. Затем добавьте код поля в остальные заголовки. Когда вы закончите, все подразделы будут помечены как «X», «Y» или «Z». в зависимости от того, в каком разделе они находятся. Теперь добавим оглавление. Щелкните строку под заголовком первого раздела. Затем перейдите на вкладку «Ссылки». Выберите «Оглавление», а затем «Пользовательские оглавления». Нажмите «Параметры». Затем снимите флажки стилей и уровней структуры и поставьте флажок «Поле элементов оглавления». Теперь приложение Word добавит только текст, помеченный кодами полей TC. Нажмите «Ок» и опять «Ок». Код поля TOC добавлен, но записи оглавления не найдены. Почему? Нажмите «Алт-F9», чтобы отобразить код поля. В код добавлен переключатель F, но тип идентификатора отсутствует. И если ничего не добавлено, приложение Word ищет тип по умолчанию – «Си». Введите «Х» после переключателя F. Затем щелкните правой кнопкой мыши и обновите поле. Нажмите «Алт-F9», чтобы отобразить оглавление. Как и запланировано, оглавление отображает только заголовки этого раздела, то есть заголовки с записями «Х». Затем вы можете скопировать код поля TOC и перейти в другие разделы. Измените переключатель F на Y. А потом на Z. В качестве последнего штриха добавим в начало документа оглавление самого первого уровня. Нажмите «Оглавление» и выберите «Пользовательское оглавление». Выберите только один уровень. Затем нажмите «Ок». Оглавление отображает только текст со стилем первого заголовка. Теперь вы знаете, как настроить автоматическое оглавление, чтобы оно отображало нужный текст. Если вы еще не успели это сделать, смотрите курсы по работе с оглавлениями и дополнительную информацию о кодах полей. Чтобы получить дополнительную информацию об оглавлениях и кодах полей, перейдите по ссылкам в сводке курса. Продолжение следует...